И сегодня в гостях у нас Асхат Гимантинов, он является имамом Хаты в Московском имеральной мечети, в целом очень известный богослов, общественный и юниорный деятель, очень уважаемый человек. Я лично на своем опыте, это могу сказать, в свое время, 4 года я провел в медицине Хатиха, и вот с Асхатом Хатратом тоже очень часто сталкивался, и студенты, вот Асхат Хатрат, скажу вам по секрету, вот когда-то прозвучала идея, вот давайте Асхата Хатрата позовем. И ребята прям загорелись, причем они из одного земляничества, это вот разные люди разных национальностей, прям вот за вас стеной встали, и вот у нас прям такое вот, как арабы говорят, араба-хасса у нас возникла такая. Вот, и тема сегодняшней дискуссии это суть пребывания человека в мире в контексте религии и ислама. Если у вас, ребята, будут вопросы, а я очень надеюсь, что они будут, чтобы это был такой формат живой дискуссии, то вот просим, задавайте вопросы, представляйтесь, фамилии, имя, факультет, курсы и ваш собственный вопрос. Так затягивать не буду, поэтому я слово перезам остаток филограмма. Как, как вам удобно, как сиди, 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 тем более рамадан. Саламу алейкум, бархатуллах, 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 здравствуйте. Хотелось бы воспользоваться случаем, во-первых, поблагодарить вас за то, что меня пригласили, для меня это большая честь. Как сказал наш любимый посланник Божий Мухаммад, салаллаху алейкум, саламу, кто, кто неблагодарен людям, этот человек не может быть благодарен Богу Всевышнему. Поэтому большое вам спасибо за приглашение. Также хотел бы всех поздравить с вас. Хотел бы чуть не сказать сначала в месяц Рамадан, но видеть, как быстро он уже, как мы его долго ждали, он быстро до нас дошел. И уже почти заканчивается, уже последние 10 дней вот начинаются такие священные месяцы для нас в месяц Рамадана. Пускай Всевышний Создатель Аллаху Субханаму А.Т.А. примет от нас и от вас наши деяния, благие деяния, посты, постоянные молитвы. И чтобы мы увидели плоды этого в день, в тот день, когда всех нас объется, Ивышний Аллах Субханаму А.Т.А. в Судный день. Также хотелось бы благодарность передать от предыдущего спикера Тельдар Хазрата А.А.Т.А. тоже, аль-хамду-Лля, он здесь был. Говорит, такие хорошие ребята, в такой атмосфере себя почувствовал, теплый, аль-хамду-Лля. И это меня еще подбодарило, чтобы прийти вместе с нами, вместе собраться. Что касательно нашей темы, я бы хотел, вы знаете, чтобы она такая была, знаете, общительная тема. Аль-хамду-Лля, то есть, задаем вопросы, отвечаем, общаемся. Ведь наш Всевышний для чего сотворил, чтобы мы познавали друг друга, племена, народы, как Всевышний Аллах сказал в Куране. И я, и я, и я, и я, и я, обращение ко всем людям. В Куране есть обращение к мусульманам, в Куране есть обращение к людям Писания, в Куране есть обращение к неверующим, в Куране есть обращение к пророкам, посланникам. Ко всем Всевышним Создателям, посланникам, пророкам обращается, я, Ибрагим, я, Иса, я, Мусе, по имени, о, Абраам, о, Иисус, о, Моисей. К пророку Мухаммаду Всевышний обращается, о, пророк, о, посланник. И есть обращение ко всем людям, ко всем людям. Сюда входят и мусульмане, и немусульмане. Сюда входят и верующие, и неверующие. Аллах сказал, я им аннась о людях, инна ханакнаку митя карима унфа. Поистине я вас сотворил из мужчин и женщин, из Адама и Евы, и всем от одного отца, и всем от одной мамы. Наш отец Адам, наша мама Ева. И я вас сотворил, создал племенами, народами, национальностями. Для чего? Чтобы вы друг друга познавали, познавали культуру. Для меня, например, интересно, когда я учился в Саудовской Аравии, в университете Короля Сауда, было интересно познавать Евангелие, я читал, от Матвея, от Луки, от Варнава, от Ивана. Алхамдану, можно сказать, чуть ли не учил Лизу, Тору, Ветхий Завет, Новый Завет. Интересно познавать культуру, интересно познавать другие религии. Для чего Аллах нас сотворил так, племенами, народами, чтобы мы познавали друг друга. Одна нация, может быть, дополняет другую нацию, одна культура дополняет другую культуру. И в конце этого аята все очень сказали. Самый лучший из вас, это тот, кто более набожен. Кто набожен, имеете в виду, что? Это, как посланник Божий сказал, Всевышний Аллах не смотрит ни на ваш облик, не смотрит Всевышний Аллах на ваше имущество. Это неинтересно Всевышнему. А на что смотрит Создатель? Всевышний смотрит на ваши сердца и на ваши дела. Поэтому тот, кто делает благое, он только для себя это делает благое. Кто делает плохое, он только сам себе вредит. Всевышнему Создателю не навредит грехи грешники и не поможет поклонению поклоняющих. Почему мы выбрали именно тему суть пребывания человека в этом мире с точки зрения ислама? С точки зрения ислама понятно, потому что я мусульманин, интересно было именно, как ислам смотрит на эту суть пребывания. Потому что у каждого человека, например, сейчас мы соберемся здесь, у каждого по тому или иному вопросу бывает свое мнение. Например, для меня что-то это нормально, для другого человека бывает что-то ненормальное. Как с точки зрения разума, так с точки зрения физически. Например, для кого-то бывает, например, вал такой, что мы дома сидим, кто-то форточку открыл, супруге говоришь, закрой, холодно. Да какой холодно, жарко. То есть тебе жарко, а мне холодно. То есть у всех разный организм, у всех разное понимание, у всех разный разум. Но суть-то она бывает. Истина, она одна. Поэтому для чего я выбрал эту тему? Многие у людей есть представления об исламе. Откуда он берет это представление? По телевизору он показывает, например, на западных каналах что-то плохо говорят про ислам, что если мусульманин такой-то, такой-то, там, ислам, это что-то там, там, какой-то там экстремизм и так далее. Другой берет, например, информацию об исламе у человека, который мусульманин, но он сам неграмотный мусульманин. И он ему может что-то сказать, рассказать про ислам, но это не есть истинная информация. Поэтому, или бывает, что человек видит мусульманин, что-то он сделал плохое действие и судит об исламе вот так. Поэтому, как один из наших братьев в Германии, мы вместе с ним в Солузе Караево учились, он мусульманин говорит, «Хорошо, что я познакомился с исламом до того, как я познал мусульман». Потому что мусульманины, люди, они все разные, все огрешены, бывает, кто-то ошибается. Но это ли есть ислам, действие мусульман или нет, неких из мусульман. Например, сейчас каждый из вас, большинство, ездит на машине. И да, Аллах Всевышний, чтобы всегда оберегал, если сделал некую, скажем, аварию. Какую проблему? Например, в компании «Мерседес» или в водителе? Проблема в водителе и в компании. Поэтому здесь, если, например, мусульманин совершил какую-то ошибку или другой человек, представитель другой религии, совершил какую-то ошибку, проблема не в религии, а проблема в самом человеке. Поэтому вот это одна из целей, именно из желаний, из целей была моя, чтобы прийти с этой лекции, оповестить нас. Другое уже желание. Человек живет в этой жизни. И у каждого из вас есть цель, у нас есть цель. Вот сейчас даже мы здесь находимся, цель наша какая, получить образование, получить диплом, потом поступить на хорошую работу, на хорошую должность, потом жениться, выйти замуж, воспитать детей. Цель она у всех есть. Когда мы были маленькими, у нас тоже была какая-то цель. Но однако суть, сущность, основная цель, основная суть человека пребывания в этой жизни. Кто-то говорит, когда я общался с одной женщиной, я говорю, какая ваша цель, какая ваша суть в жизни? Она говорит, моя суть в жизни – воспитать своих детей. Потом, через какое-то время, я ее увидел опять же в мечети, и ее ребенок погиб. Она у меня, мой ребенок погиб, суть пропала получается. Кому-то Всевышний Аллах не дал, и Господь Бог не дал детей. У кого-то дети вырастают, выезжают, уезжают за границу. Много таких родителей остаются, всю жизнь воспитали, растили своих детей. Они покидают другой город или в другую страну уехали, все уже. Они не видят так своих детей. Там, если, например, в Америке своих родителей дом престарелых сдают, получается, всю жизнь как бы. Он ради этой цели жил, этой сути своих детей и потерял смысл своей жизни. Кто-то говорит, ну смысл моей жизни – добиться такой-то, такой-то карьеры. Всю жизнь прожил, не добился этой карьеры, ушел из этой жизни. Получается, он без цели в жизни, без сути прожил. Кто-то говорит, моя суть в жизни – добиться карьеры, добивается карьеры. Бывает такое, он получает некую вот эту эйфорию, и на следующий день все добился. И опять серые будни у него в моем сердце. Все, что я хотел, я добился, а дальше что? Куда дальше идти? Вот даже сейчас вот придет наш брат, Магомед Исмаилов, тоже на лекцию, опасно чуть-чуть. Он говорит, мы к бою готовимся, три месяца. И в этот момент я отключаю телефон, ни с кем не общаюсь, только очень-очень самый приближенный. Я теряю друзей, все, полностью готовились к бою. Выхожу на бой 30 минут, на следующий день обычный день наступает. И задаю сам себе вопросом, неужели это стоило того, чтобы вот это вот три месяца отключиться от всего мира, от друзей, от близких, от опросовиков, чтобы получить некую эйфорию. Там один день, все, следующий день он уже на обычный день. Теперь задать вопрос, для чего же мы существуем в этой жизни из контекста с точки зрения ислама? Опять же, чтобы объяснить эту нашу суть, я должен возвращаться на что-то, не на свой разум, разум он обманчивый. Я должен возвращаться в священное писание, в данном случае в коранический текст. Перед тем, как вернуться в коранический текст, хотел бы вас оповестить, напомню, что такое Коран. Коран, такое определение, так как он неспослан на арабском языке, это речь Божья, неспослана на сердце нашего пророка Мухаммада, и приветствуюсь. Всевышний Аллах посылал Бог, когда я говорю Аллах, это не значит Аллах, Бог мусульман. Иногда люди путают, у вас Аллах, у нас Бог. Например, у индусов есть свой Бог Абрахма, у буддистов есть свой Бог Будда, кто-то молится, поклоняется корове, кто-то молится насекомым, и некоторые люди думают, что Аллах, это Бог мусульман. Аллах переводится один Бог, на английском Гат, на русском Бог, на арабском Аллах. Опять же, почему Аллах, на арабском, если пишется справа на Алиф, лям, лям, ха, сколько бы мы ни убирали букв от этого имени, указывают на единство. Если убрать первую букву Алиф, читается по-разному, для Аллаха, опять убрать одну букву лям, лягу, для него, опять убрать лям, ху, он, то есть указывает на единство одного Бога, Создателя, Творца. Кур'ан, это является чудом для того, чуда, которое Всевышний Господь Бог, Аллах, субханаму ате'али, не спасал пророку Мухаммаду, саламу алейкум салам. Давайте возьмем три религии. Какие же были чудеса в их время? Три пророка. В исламе отдельное уважение и отношение к людям писания. Люди писания – это иудеи и христиане. Всевышний Аллах, субханаму ате'али, если взять пророка Моисея, Мусу, много раз упомянул его в Коране. Какое же было чудо, которое Всевышний Аллах не спасал Моисея? Потому что Всевышний Аллах 124 тысячи пророков было, из них было 313 посланников, приходили, они с одной миссией основной – вы обрисовляйте только одного Бога, молитесь только одному Богу и не предавайте ему сотоварищам. И в тот момент, когда люди, те люди, которые упорствовали, которые выходили против пророков, хотели какой-то аргумент, чудо, что ты являешься пророком, что ты необычный человек, что ты посланник Аллаха, что ты посланник Божий. Всевышний Аллах дал пророку Моисею. Кто знает, какое чудо? У него был посох, аса. У него была маленькая палочка, на которую он упирался. Маленькая такая. И этой палочкой он мог бить по морю. В этот момент море раскалывалось, что Всевышний прокладывал путь. Также некое вот это чудо было у пророка Моисея. Тогда фараон собрал всех таких знатных колдунов в того время в Египте, дабы опровергнуть чудо Моисея. На что он сказал это? Обвинили Моисея, сказали, что он не пророк, что не посланник. Обвинили его, сказали, что он колдун. Как часто бывает на сегодняшний день тоже, когда человек уже не может аргументировать или вести диспут с каким-то человеком, дабы, когда человек приходит к тебе с правдой, и ты не можешь его опровергнуть, ничего не остается, так скажем, у бессовестных людей, кроме как наговорить на человека. Сказать ложь, в том, в чем он не причастен. Так же и сделали по отношению к Моисею. Сказали, что он колдун. Когда фараон собрал самых знатных колдунов, говорится, около тысячи колдунов было, и все они пришли своими большими посохами. У них были большие посохи, и у Моисея была маленькая палочка. И тогда, как Всевышний Мат в Куране сказал, «Юхайя люхляим мисияли, анаха тасиа». Эти колдуны кинули свои посохи, и показалось Моисею и всем вокруг, что эти посохи превратились в ползущие змеи. Есть такое понимание колдовства «сихар хьяли», когда человеку что-то кажется. Колдовство, когда человеку что-то кажется. И Моисею показалось, что это змеи. И тогда он напугался. Даже если, несмотря на то, что он пророк, что он посланник, человек может, он человек, он может напугаться. Есть естественный страх, когда человек боится про какого-то животного, или боится еще чего-то. Тогда он напугался, и Господь Бог Симишн Аллах сказал ему, «Аль-Кима фи-ми, я-минь, ка-тал-кафна санау, инна ма санау каиды саа, ва-ля-и флюха саа, хаитва». Это коронический текст в оригинале. «О, Моисея, не бойся. То, что в твоей правой руке кинь, тогда это победит то, что они сделали. Это их колдовство». И в этот момент посох Моисея, маленькая вот эта палочка, превращается в настоящую змею, которая кушает, пожирает все вот эти вот посохи. Представляете, что уже в настоящую змею превращается. Маленькая палочка превратилась в змею, кушает посохи, большие, куда ей туда поместить свой желудок, и все, все нам поедают. И тогда эти колдуны сделали поленец, сделали земной поклон. Мы уверовали в Господа, Харона и Моисея. То есть, когда мы самые знатные колдуны, это не колдоствор, это чудо с небес. Какое же чудо Всевышний Аллах дал Иисусу, Иса ибн Мариам? Будучи младенцем разговаривал. Еще какое чудо? Воскрешал. Воскрешал. Правильно воскрешал. Без отца родился. Родился без отца. Лечил людей от того, чтобы были такие, все Вишни сказали, Кур'Ари кали юбрюль акмаха валь абрасаа. До сих пор живет. До сих пор он в небесах жив и вернется на эту землю. То есть, какой же юбрюль акмаха валь абрасаа? Он лечил от болезней кожи. И лечил, знаете, от чего восстанавливают? Если понимание, арабский язык он очень богатый, наш брат, дорогой, не даст собрать. Одно слово в арабском языке имеет около 50 значений. Например, есть слово Айн. Айн глаз. Также Айн шпион. Айн родник. Смотря как ты его применишь в предложении, такой смысл ты получишь. Также есть какая-то вещь, имеет более старые наименования. Например, мы признаем верблюд, верблюдец. В арабах есть Маленький от такого-то года, от такого-то года. Так его называть, если он, например, такой пород, так его называть. То есть, он очень богатый язык. И в этот момент, когда всемишно Аллах дал такое чудо Иисусу, кэн юбрюль акмах. Есть слово выраженное Акмах, слепой, и есть Айн, тоже слово слепой. Но в чем отличие Акмах и Абрах? Оба эти перевозят как слепой, незрячий, слепой. Абрас, Акмах, это тот человек, который родился слепым. То есть, появился на этот свет без зрения. Амах, это тот человек, который потерял зрение, будучи при жизни. То есть, например, в какой-то своем возрасте он потерял зрение. На сегодняшний день ни одна медицина, и за всю историю, ни одна медицина не могла дать зрение человеку, который родился слепым. Но есть медицина, которая может восстановить зрение, на сколько это процентов, через множество операций если человек потерял зрение я помню саудская ли тоже когда учился ко мне подошел один араб обнимает меня я вот так благодарен так я люблю россию я приезжал мне вот я почти зрение потерял приехал в россию клинику федор у меня установили зрение но опять же не факт что он восстановится и вот именно иисус он давал зрение тем людям которые рождались не зря чем без зрения когда говорили медики на тот момент это не медицина это чудо божье этот человек исус аисты и бна мариям он пророк ослание кожи это не меди он не меди когда он оживляла человека когда оживлял у метро человека и воскрешал всевышний барлык дал em такие сердца это было честь те чудеса которые всевышний аллах дал иисусу дабы в убедить людей то что он послание божии какой же чудо было про 2008 это кора этоoh nóis но с...품 они сказал и я coot О Мухаммад, люди говорят, что ты сочинил Коран, скажи им, если я сочинил Коран, то и вы попробуйте, постарайтесь, сочините подобно Корану хотя бы одну главу, сура, одну главу, в Коране 114 сур. И при этом просите помощь, поддержку, у кого пожелаете, помимо Бога, у своих идолов, если вы правдивы. 1400 лет никто подобное Корану не сочинял. Нету книги другого писания, есть писание Евангелия, Библия, есть Тора, есть Псалтир, Забор, Коран. Подобное этим писанием никто не сочинил, не придумал новое Слово Божие и невозможно его сочинить. В тот момент, когда пророк Мухаммад, Магомед, был из пророков, который не мог читать, не мог писать. Умми по-арабски называется. То есть не то, что не грамотно, он не мог читать, не мог писать. Жил среди бедуинов. И вдруг он читает Коран в тот момент, когда у арабов было очень много красноречивых поэтов. Даже на сегодняшний день есть такая передача, кому это интересно, Чаар Миллион называется, поэт на один миллион. Раньше каждый год в арабских эмиратов, тоже как ты присутствовал на этом мероприятии, разыграют один миллион дирхамов за самый лучший стих. Я 10 лет прожил в Саузе, в Караве, потом в Катаре, в Эмиратах. Самый лучший подарок, который гражданин может сделать для всего правителя, для короля, для шейха, для эмира, это не подарить ему дорогую машину или самолет, у них все есть, какие-то трагические. А самый приятный подарок для любых сердцев, это сочинить для них какую-то красивую поэму, какой-то стих. Поэтому, когда у них короли, правители улетают за границу на лечение, там на месяц, во возвращении их встречает у трапа, самый красночевый поэт, и с красивыми стихами их встречает. Это как бальзамная груша. Они очень любят стихи араба. И даже есть такая голова в Коране, сура, называется Ащуара, поэт. И вот, пророк Мухаммад, который не мог читать, не мог писать, в тот момент, когда не было технологии, читает аят, где Всевышний говорит, Всевышний Аллах створил соленую воду, пресную, они вместе не смешиваются. В тот момент, когда не было технологии, недавно только Кусто, когда увидел соленую воду, пресную воду вместе не перемешиваются, это открытие. Потом, говорят, показали в Коране, в тысячу-четыридесят лет Всевышний Аллах сказал, что соленая, если пресная вода, они вместе не смешиваются. Или в сура Аль-Намаль-Муравьи, когда Всевышний Аллах рассказывает нам о истории пророка Соломона, царя Соломона, Сулеймана Алейхи Салам, Всевышний Аллах говорит, Пророк Соломон, он мог разговаривать на языке животных, мог управлять ветерами, мог управлять, командовать джиннами. И вдруг он услышал, и вдруг пророк Сулейман услышал диалог, когда шел Сулейман Алейхи Салам, услышал, как муравьи идут, и одна муравьиха сказала другим муравьям, будьте бдительны, будьте осторожны, пусть вас Соломон своим войскам не пройдет по вам и не расколет вам, и они даже не почувствуют. После этого, когда я услышал Соломона, Сулейман Алейхи Салам, то, что говорит муравьиха муравьям, в этот момент засмеялся, улыбнулся, некие западные, так скажем, в кавычках, ученые нашли ошибку в Коране и сказали, что Соломон, то есть мы нашли ошибку. Слово, арабский язык, яхтайманнакум, яхтайманнакум расколет, это по отношению к стеклу, кластику. Как можно расколоть муравья? Надо было сказать, я такум. А Всевышний ошибся, это не Коран, мы нашли ошибку, Всевышний ошибся, надо было сказать, вас пусть не растопчет, Соломон. Когда начали смотреть состав муравья, около 70% он стоит из стекла, муравей. То есть даже в таких тонких моментах Всевышний сказал точечно, так как оно поможет. Поэтому Пуран, это есть именно чудо, то чудо, которое Всевышний Аллах не спасал пророку, Мухаммаду, Слаиду, Аллаху приветствует. 1400 лет, мы никогда не услышим Коран от Магомеда, Пуран от, там скажем, Абу Бакра, от Али, или какая-то версия переписана, потому что Куран, он один от Всевышнего Создателя. В Африке тот же самый Куран читает, в Сауд-Скарабе тот же самый Куран читает, здесь тот же самый Куран читает, в другой стране тот же самый Куран читает, нет другого Курана. И Всевышний сказал, поистине я не спасал напоминание Куран, и я его буду оберегать до суда дня. Что имеется в виду оберегать? Никто не сможет его исказить. Если все книги Курана, допустим, сжечь, то он все равно не пропадет. Почему? Потому что миллионы людей, которые знают Куран от корки на корки, наизусть, Хафизу Куран их называют, миллионы во всем мире. Поэтому, аль-хаммаду, он сохранен и будет сохранен до суда дня. Теперь мы возвращаемся к нашей теме. Вам вкратце объяснили, что такое Куран, что он является чудом. И мы будем возвращаться периодически к контексту, к тексту Курана, для того, чтобы объяснить нам, объяснить нам, напомнить нам, с точки зрения ислама, какая же суть верующая, мусульмана, человека, пребывания в этой жизни с точки зрения ислама. Мы сказали, что кто-то говорит, я живу ради детей, кто-то я живу ради, для того, чтобы добиться какой-то карьеры. Кто-то говорит, я сам не понимаю, для чего я в этой жизни. То есть бывает такая скучная жизнь у человека, он утром присыпается, ставит будильник, завтракает, идет на работу, потом возвращается домой, на следующий день опять, и ждет там целый год своего отпуска, когда он получит свой отпуск, отдохнет чуть-чуть, потом опять. И так жизнь у него пролетела, жизнь у него прошла, и он задается вопросом, а что я сделаю для того, чтобы осталось что-то благое после меня? То есть все, моя жизнь пролетела, ее уже больше не вернуть. Вот сегодня, уважаемые братья и сестры, у нас 21 апреля 2022 года. Никогда уже больше в истории не будет 21 апреля 2022 года. Будет 21 апреля 2023 года. Теперь задается вопрос, что же я в этот день сделаю, чтобы я стал неким такой печать, некий свет после себя, после своей жизни, что я сделал благого? То есть какая моя цель была сегодняшний день, существование сегодняшнего дня? Он все пролетел, уже обратно не вернется. Бывает человек, то, что всю свою жизнь, молодость потратил на что? На какие-то тусовки. То есть, как говорится, поменялись у него понимания в этой жизни. То есть люди не кушают, чтобы жить и делать что-то, а живут, чтобы кушать. Люди не отдыхают, чтобы работать, набираются сил, а работают, чтобы потом отдыхать. То есть поменялось все в этой жизни. Какая же, получается, основная цель пребывания, суть пребывания в этом временем мире человека с точки зрения ислама. У верующего человека основная цель пребывания в этой жизни так, чтобы Всевышний Создатель был доволен. Основная цель, чтобы та цель, для чего Всевышний Аллах послал пророка Мухаммада, пророка Иисуса, пророка Моисея, Авраама, Давида, Захарию и так далее, всех основных пророков, основной целью мы сказали не обожествляйте никому, кроме одного Бога. Всевышний сказал, в каждую общину я посылал посланник из числа людей, чтобы призывал людей к поклонению одному Богу и отзывал их к поклонению идолов. Это основная цель мусульманин. Это основная цель верующего человека обожествить, поверить в Бог. Теперь хотелось бы задаться вопросом. Вот мы говорим, человек верующий, есть человек атеист, я не верю в Бог. Есть ли среди нас те люди, которые не верят в Бог? Мухаммада, всем мы верим Богу. Потому что один раз у меня был, помню, ждал своего цеплята самолета из Саудии должен был лететь, и мы из Москвы, извините, должны были через Катар лететь в Саудзакаравию и сели рядом. Это был 2003 год, если не ошибаюсь, с одним человеком мы разговаривали, я мусульманин, я атеист, и потом он начал свою версию, говорит, почему он атеист, объяснил мне, хотел объяснить, сказал, что я не верю в Бога. Почему не верите? Как во время раньше коммунизма говорили, то, что религия опиум для народа, то, что мы видим, это существует, а то, что мы не видим, это не существует. Вот я себя вижу, ты есть, я тебя не увидел, тебя нет. Хорошо, если так подумать, ведь Всевышний Аллах дал нам разум, и в Кур'ан, тоже Аллах не спасла для разумных людей. Много, если будете читать в Кур'ан, уважаемые братья и сестры, увидите такие аяты, неужто вы не задумайтесь, неужто вы не размышляете, неужто вы не задумайтесь, неужто они не слышат, не разумеют, то есть часто, отсюда мы понимаем, что в Кур'ан Аллах не спасла для разумных людей, чтобы люди размышляли, анализировали свою жизнь. Если так думать, то, что мы видим, можем потрогать, существует, остальное не существует, тогда много вещей, которые мы с вами верим, они не существуют, и мы оберегаем это. Например, возьмем человеческий разум. Кто-нибудь видел человеческий разум? Никто не видел человеческий разум? Возможно увидеть мозг, но разум невозможно увидеть. Душа. Самое такое, я рады, скажешь, что моя широкая душа, у меня добрая душа, но где она душа, ее невозможно потрогать, почувствовать. Человек это и есть, тело и душа. Стоит из тела, из души. И опять же, когда человек уходит из этой жизни, это определение смерти, когда душа расстается с телом. Душа выходит из тела, это и есть переход из этой жизни временной, вечной жизни. Ток. Ни один электрик не видел ток. Видел искры, провода. Ток невозможно увидеть. Люди женятся, создают семья. Есть некие чувства, любовь, невозможно увидеть. Боль. Многие вещи, которые невозможны. И эти вещи, которые впечатляем, самые ценные. Даже самые ценные, что есть из драгоценностей жемчуг, но где где-то в глубине океана лежит, оттуда его надо взять, достать. И вот эти вещи самые ценные. Также, он говорит, хорошо. Я говорю, тогда ваше понимание, то есть я ему говорю, он говорит, почему вы думаете, что есть Бог? Он мне говорит, с точки зрения разума. Как вы мне докажете, что есть Бог? Я говорю, что нет. Я говорю, вы не доказали, с точки зрения разума, то, что и Бога нет. Хорошо. Тогда если я вам задам вопрос, то вот это вот колечко, у меня это тоже персия был, я играл само по себе появилось на этот мир. Вы поверите? Нет. Вот это вот телефон сам себе, микрофон, вот это стол. Но, хотел обойти, я понял, о чем вы хотите сказать, то, что у каждого создания должен быть создатель, у каждого вещи должен быть творить, создатель. Даже маленькое колечко, там три завода, может быть, над ним работали, там один отточник, камни, другой там, паял, третий там, где-то серебро, там, или какой-то металл, в другом заводе брали. Над маленькой вещах, как небеса, облака, день и ночь, ночь и ночь, ночь и ночь, на день, солнце, луна, механизм еще, управляются кем-то, как может само по себе появиться? Вот эта красота. Он объясняет теорию большого взрыва. Слышали эту террик, когда было что-то, оно взорвалось, это все само по себе собралось. Я говорю, хорошо. Маленький взрыв, давай уберем большой взрыв. Маленький взрыв. Взрывается. Что происходит? Все разрушение. Дети вот играют, например, одному там, у меня три годика, другому, там, чуть постарше его, он что-то построил, тот, который поменьше подошел, взял что-то, хоп, так ударил, маленький взрыв, все разрушено. Или когда бывает, там, когда на отдых едите, дети что-то там делают, там, долго там, замок строят, другой маленький подбежал, кинул, маленький взрыв, все разрушил. Как может такая красота после взрываціїpadoy появится? даже если так, вопрос вот это, что вы говорите, первым началом взорвалось, а куда оно появится? Само по себе не может появиться. Тогда он мне говорил, хорошо, вы говорите, что есть Бог-создатель. Да, есть Бог-создатель, это все указывает, разум указывает, все вокруг, это указывает, что есть создатель. Хорошо, тогда кто Бога сотворил? Кто создал Бога? Если Бог создатель, кто Бога создал? Вот какие вот есть варианты, давайте мы пообщаемся, чтобы не была легкой, такая скучная. Как вот вы думаете, если такой вопрос задали человеку верующим сказали то что мы все верим бога и задают вопрос кто бога бог откуда появился как ответить на вопрос скажем человек не принимает человек атеист человек человек не прямо не про ангитару не библию не евангелие не писал ты курт и докажение стучит разума ты его утверждаешь что у каждой вещи не должен создать это говоришь бог создать бога кто-то творит какие еще бог это первоначалу вашего бог это первоначалу то есть бог это создать одно из имен бога халют творец если он кто-то сотворил получается он уже не создатель осознание вы если даже человек будет утверждать найдется такой умник и скажешь что бого сотворил кто-то Другой найдется, а кто сотворил того, кто сотворил Богу. А кто сотворил того, кто сотворил Богу. И это будет бесконечный диспут. Что первое получилось? Курица или яйцо? Курица из яйца, яйцо из курицы и так далее. Но сколько бы мы ни спорили, сколько бы мы ни поднимались, есть крыша, потолок. Куда выше уже не прыгнуть. Так же сколько бы ты ни спорил, ни шел бы, ты должен, хочешь того или нет, остановиться на первоначале. Начало всего и вся. По-арабски Аллах, по-русски Бог. На английском гайд, иля, илёх, худа или любой, как бы ни звали, он один создатель, творец, который не родил, не рожден, нету у него с товарищей, ничто на него не похоже. Сдается вопрос теперь, для чего мы поняли, что есть Аллах, что есть Бог. Теперь задается второй вопрос. Для чего он сотворил? Суть нашей темы, для чего он сотворил? Мы уверены, что есть Бог, что он послал Писание, то, что он сотворил создание, то, что он сотворил людей, послал Писание. Послал Евангелие, послал Тору, спасал Салтыр в Куран. В Куране Всевышний сказал. Для поклонения. Перед тем, как мы ответили, скажем, для поклонения, Джазаку Аллаху, правильно говорите, Всевышний сказал, задает им вопрос и говорит, Ну, что вы, люди, думаете, что я сотворил в этой жизни просто так играть, забавиться, для забавы, и вы ко мне не вернетесь. То есть Аллах нам задает вопрос. И потом сам же отвечает, что он сотворил. Я сотворил джиннов людей, параллельный мир, для того, чтобы они мне поклонялись. Я не желаю от них никакого пропитания, не прошу, ни еды. Всевышний Аллах сам дающий пропитание. Он тот, кто дает нам дожди, почва растет, мы из этого принимаем пищу, дает нам хлеб, дает нам жизнь. Сегодня мы проснулись, благодарим Всевышнего, то, что еще один, ты нет, Господь Бог подарил Аллах, сухханава теаля, есть люди, которые ушли из этой жизни, есть люди, которые не дожили до сегодняшнего дня. И для поклонения. Ну, бывает такое, что слово поклонение на наухо режет человек. Человек, один раз я сделал, как бы, вежливо попросил человека, когда стояли там и дети, и взрослые люди, один закурил, я попросил его вежливо. Не кури перед людьми, там есть дети, есть, отыйди отойди, но если ты можешь, зависимо от этого, отойти в сторону, в отделённом. Он говорит, я свободный человек, что хочу, то и делал. У вас такой был ответ. Неужели я? Я тоже свободный человек, ты не нарушаешь свою свободу. То есть свободный человек, когда я сейчас говорит, я свободный человек, пошёл огры Essen. Я свободный человек, в 3 ночи начнёт следить в себя, там дрель, но я?.. что качество же но ты тем самым наруш я свободу других а что такое свободный человек игру тем свободные человек ты рыба своих страстей ты раб своей страстей то подчиняемой страсти своей то не можешь разобраться с этим вопросом курение него что-то там не может вопрос алкоголизмах с каким-то другими пристрастияês зависишь от своих страстейam свои страстей но при этом ты иран божий хочешь того деньги почему потому что говорю смотри наш всевышний сотворил то есть зачем нам время тратить на сон сколько человек уходит жизни на сон если 60 лет мы считали 60 лет 70 человек живет у него 20 лет на сон уходит представляете то есть получать 20 лет сразу пишешь на сон задаюсь вопросом разумно с точки зрения разум зачем я время тратить на сон не пойду лучше что-то благое еще сделаю я пойду там там про больше денег заработаю еще что-то сделать ты не можешь все батарейка сажается и садится это не может Bulldog тебе нужно поспать и два года создатель ну при таком свободный человек свободный человек который не нарушает который не пытается своим страстем а сверх свободно которая вообще не думает о грехах это сверх свободный человек Поэтому, что же такое поклонение? Поклонение, уважаемые братья и сестры, с точки зрения ислама, некоторые думают, может быть такое представление, ислам мусульманин, это такой человек в такой чалме, в таком халате, закрылся в мечети с палкой, и 24 часа живет в мечети, ничего не сделает. Такой оторван от всего мира, от общества, такой некий, это не ислам. А что же ислам? Что же такое поклонение с точки зрения ислама? Рок Мухаммад сказал, посланник Божий, В исламе нет монашества. Ислам это не монашество, а что же такое? Религия это взаимное отношение, сказал посланник Божий. Взаимное отношение между человеком и Богом. Это пятикратная молитва для мусульман, мусульманин должен опять раздель молиться, поститься месяц, рамадан, остановить пять столпов, выплачивать закат, раз в год 2,5% своего имущества, совершить паломничество хаджа. Это основные те вещи, которые между человеком и Богом. Быть набожным, быть честным, быть искренним с Богом, полагаться на Всевышнего, восхвалять Всевышнего. То есть молить, коллапу, взвывать ко Всевышнего, это отношение между человеком и Создателем. Между людьми, между мужем и женой, какие должны быть отношения? Например, супруга может сказать, то есть я вот здесь права, мужская может сказать, нет, ты здесь не права. И потом они идут, например, когда у них какой-то конфликт, они хотят разобраться и так далее. А нужно куда вернуться? Если вы в чем-то разногласите, вернитесь как к Аллаху, к посланнику Аллаха. Кур'ану и в Суднии, посланнику Аллаху. То есть опять же отношения, какие должны быть красивы между мужем и женой. Потому что муж, он обязан обеспечить свою супругу. Обязан содержать. Даже если она работает, больше зарабатывает, например, чем муж, все равно муж должен тратить на свою супругу, должен ее содержать, полностью обеспечивать. А то, что она зарабатывает, это лично ее. Он также отвечает за свою семью, за своих детей. Между соседями какие должны быть отношения. В Суднии пророку Мухаммаду, саллаху али сан, приводится то, что нельзя продавать свою квартиру, дом, пока не посоветовавшись своим соседям. Может быть, он хочет кому-то предложить, чтобы у него был хороший сосед. К другим конфессиям как относиться, к людям как относиться, даже к животному как относиться. Нас Суднии обучают, даже животному по лицу ударить нельзя. Поэтому отсюда, что мы понимаем, религия это аль-таам-лядин, аль-таам-лядин, взаимные отношения. Человек так сотворен, природа человека такова, то, что он всегда хочет получить что-то взамен. То есть, например, мы, когда учили в школе, мы хотели получить хорошие оценки, чтобы потом поступить в хорошие вузы, как мы поступили. В МГМО, нашел. Теперь в МГМО хочет, например, вузы закончить хорошо, отлично, с хорошими оценками, с баллами, закончить эти вузы для чего? Для того, чтобы получить хорошую должность. Для чего он хочет хорошую должность? Чтобы тоже получить, замене что, хорошую зарплату. Для чего он хочет зарплату? Чтобы потом отдать, купить там хороший дом, то есть хорошую еду, хорошо покупает хорошую еду, получает эту еду, чтобы взамен что? Отдать свою энергию. Постоянная взаимоотдача. И задается человек, хорошо, если я веру в Бога, если я поклоняюсь богу если я живу правильно потому что есть путь бога есть путь со стороны третьего не бывает будет ли мне что-то замены ли и человек например который грешит преступник тиран он тоже ну что он думает то что он тоже будет в российских обители в российских садах будет хорошо него хороший итог будет если жизнь человека плохая какой конец тоже будет каскад посланник лаза лава алиссалям мальчай дать али то кто на чем жил на этом умрет у меня то есть если он например благой был его жизнь была благая правильно то у него и конечно же будет могу если его буду плохая то что плохо закончит хороший не закончен теперь задается про что мне будет заняться перед тем как ответить на этот вопрос хотелось бы с точки зрения опять вернуться мы сказали то что куран это для разумных людей вернуться к разуму человек живет неких измерений мы каждый из нас здесь сидящие бываем постоянно в 3 измерение были в одном и постоянно бывают 2 измерения первое измерение где мы были с вами утробе наши матерей всевышленный в куране сказал аллах лучше знает о вас что вам нужно почему то есть аллах знает что для меня нужно как для меня к мусульманам почему я должен молиться аллаху не нужна моя молиться она Это для меня нужно. Он знает, что это для меня нужно. Вот суть моего пребывания в жизни. Что мне нужно для меня, для моего сердца, для моего счастья, для моего тела, для моего разума. Аллах, почему повелел? Потому что Он знает лучше, что нужно для вас. Почему? Ведь были вы... Ведь Всевышний сотворил вас из земли, Адам. И все вы были зародышами, и я, и вы, и все мы были зародышами в утробах наших матерей. Ни о чем даже не могли представить и подумать. Ничего вы не знали. То есть мы когда были с вами в утробах ваших матерей, уважаемые братья и сестры, мы не могли с вами там подумать, что 21 апреля 2022 года мы соберемся вместе в МГИМО на лекции. Мы ничего не знали. То есть когда Всевышний Аллах очень красиво здесь сказал, лучше обознай, что нужно для вас. То есть если Аллах говорит, что запрещено вам пить алкоголь, Аллах значит знает, для тебя это плохо. Себе запрещено курить, для тебя это плохо. Воровать, убивать и так далее, это плохо, это нехорошо. И поэтому я запрещаю, не потому что ты мне навредишь, а потому что ты сам себе только навредишь. Почему, говорит Всевышний, я же тебе сотворил. Я лучше знаю, что нужно делать, чем ты сам. Каждый из вас, как мы сказали, может быть, что из нас приехали на машину. У кого-то немецкая машина, через 15 тысяч километров нужно сделать того. У кого японская, через 10 тысяч нужно сделать того. Есть разница книжек, эксплуатация к телефону, к телевизору. Если мы не будем следовать инструкции производителя, например, компания Mercedes, 15 тысяч километров прошло, ты его не сделаешь, дальше едешь. 30 тысяч, 60 тысяч, что? Двигатель стукнул, колодки стернулся, берешь машину, выкидываешь, все, она никому не уйдет. Сгорается, тоже слетел. Почему? Ты только водитель, производитель знает лучше, когда что нужно поменять, сделать. Наш производитель, создатель, Аллах знает лучше, что для нас нужно. Поэтому, говорит Всевышний, Аллах говорит, я лучше знаю, что для вас нужно, для вашего счастья, чем вы сами. После этого измерение второе, мы сейчас с вами сидим, это называется хаят и дунья. Мирская битя. Мы здесь что делаем? Кушаем, пьем, учимся, работаем, созидаем, делаем. Вот это вот жизнь. Третье измерение, все мы в этом измерении бываем. Когда? Сон. Когда мы спим? В постели, когда мы спим. Что происходит в человеке? Всевышний Аллах, ураль, не талава, так. Он вас умертвляет, когда вы засыпаете. Пророк Мухаммад сказал, что сон – это брат смерти. Сон – это маленькая смерть. Тот же самый процесс, когда человек умирает. Что происходит? Пророк Мухаммад сказал, что когда человек засыпает, из него выходит душа, и она на тонком волоске держится. На тонкой ниточке. Кто-то не просыпается, умирает во сне. Многие такие люди, недавно, дядя так умер, заснул и проснулся. Потому что оборвалась ниточка, и душа обратно умерла. Уже человек, душа ушла. Кто-то обратно воскрешает. Человек, который… И во сне что происходит? Бывало у кого-то такой страшный сон? Он проснулся, посмотрел на время, 20-30 минут поспал, весь в холодном поту, и благодарил Всевышнего, что слава Богу, это всего лишь был сон. Идет там лицо мой свое. Как он радостный, что это был сон. Может, он увидел предательство от близкого человека. Может быть, он увидел страшное какое-то змею или еще что-то. Тело его было в этой же постели, никуда не улетало, не перемещалось. Но бывало его там, летало и в душе, где только не было. Что только не видел, в джунглях, там еще где-то, в космосе, еще что-то. А он просыпается. Или бывает красивый сон. Прекрасный сон. Я думаю, у каждого этот сон где-то в памяти есть. Может быть, несколько лет назад приснется, он до сих пор воспоминает. На душе так приятно становится. И человек говорит, эх, чуть-чуть бы еще поспать дальше. Или концовку не досмотрел этого сна. И он что? Алхамдуллях, который говорит, какой красивый сон, какой прекрасный сон. Тело ему там же. В этой же комнате никуда оно не перемещалось. И он опять воскрес. Он умер и воскрес. Поэтому, когда человек просыпается из сунны, проп Мухаммад, саллаху алисану, делает дуа какое? Алхамдулиллях, который у меня оживил после того, как умердвил и к нему умер в мое возвращение. Четвертое измерение в Коране об этом говорится. У каждой у нас есть какие-то близкие. Дедушка, бабушка, у кого-то родители. Близкие, которые ушли из этой жизни временной. Покидали. Что сейчас с ним и происходит? Кажду вам интересно. Что с моим неприим unprecedented? Что с моим папой происходит? Что с моей бабушкой? Где мой близкий человек и так далее? Что это? Куда они ушли? Увидимся мы еще раз или нет? Встретимся мы, мы постоянно разлухаем. Вот это называется Барзах. Барзах – это время, местность между этой жизнью и вечной. То же самое, аналогичный процесс, как во сне. Тело в могиле у человека, а душа, она где-то в каком-то другом измерении. Когда мы не можем, никто не может научно объяснить, где находится душа человека, когда он спит, когда все это видит во сне. То же самое здесь, душа будет в отдельном измерении, Барзах называется, или она там, как сказал, могила – это яма из ям ада, или сад из садов рая, или он наслаждается, или он наказывается. Потом только там другие ощущения, так же, как ощущения в утробе мамы были другие, в этой жизни другие, во сне другие. И по пятой, самое последнее измерение, отсюда мы теперь понимаем, что мне будет за то, что я делаю. Не будет ли, что какая-то за это плата, награды нет. Всевышний сказал, это я вам нагояна, судный день, когда человек воскреснет, станет из своей могилы и пойдет отвечать за всю свою жизнь. Всевышний Аллах, кого пожелает простить, ведет в райскую обитель, там это рай. Отдельно это тема, что глаз не видел, ухо не слышал, человек пристать не может. Кому-то Аллах накажет в начале в аду, потом простит его, ведет в рай. Николай кого-то Аллах, как неверующих, вечно, которые не верили в Бога, которые были атеисты, вечно будут они наказаны в райском пламе. Человек говорит, но, субханаллах, 21 век, какой там воскресный из могилей, что нам сказки рассказывается, возможно ли это нет, какую фантастику пересмотрели. Субханаллах, мы говорим же, Куран это для разумных людей. Всевышний сказал. Субханаллах, мы говорим, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим. Ну вот сейчас доказательство, что мы живем, у нас Бог создал, сотворил. Всевышний говорит, я вас повторю подобно тому, как я вас же сам сотворил впервые из небытия, и это еще легче. И это еще легче, хотя Всевышний все легко. То есть легче имеется в виду, что, чтобы приблизить к нашему разуму, машину поцарапать, подкрасить, легче, чем заново машину такую изобрести. Что-то там починить легче, чем заново такое придумать и сделать. Поэтому здесь, и это тот вопрос был, когда к каждому пророку подходили люди, которые воевали, выходили против пророка, постановили, говорили. Если мы убрем, у нас останется после прах, неужто мы заново можем вернуться в заново воскресенье? Всевышний говорит, я вас заново повторю. Так же, как мы говорим, что мы каждый день свидетельствуем этому, что каждый день нас Всевышний повторяет. Мы умираем, засыпаем, заново воскрешаем, умираем, воскрешаем, умираем, воскрешаем. И тогда уже Всевышний Аллах за эти деяния, уважаемые братья и сестры, за единобожие, за то, что человек подчинялся Создателю, веровал в него. Он Всевышний Аллах его наградит, и верующего человека он именно накажет. И здесь хотелось бы, что сказать, то есть отсюда получается, какая суть пребывания человека с точки зрения ислама. Вера в Бога. Много целей есть у каждого человека. Еще раз повторимся, закончить вузы, поступить на хорошую работу и так далее. Но основная, для чего нас открыли, мы понимаем поклонение, объяснили, что поклонение это не монашество. Что же, какая же суть творить добро? То есть если мы сейчас поняли, поверили в Бога, уверили в Аллаха, мы должны возвращаться к контексту небесных писаний, к контексту слов Всевышнего Аллаха, где Всевышний Аллах говорит «Ахсина». Одни из слов, где Всевышний Аллах говорит «Делайте добро». «Говорите всем людям хорошее, только». Всевышний Аллах говорит «Не отвечай на зло злом, отвечай на зло добром, делай хорошее, созидай». То есть отсюда мы понимаем ислам и суть веры в Бога – это создавать, созидать, не разрушать. Это не то, что там бывает, когда западные каналы показывают по телевизору. Вот это ислам. Нет, это не ислам. Вот хотелось бы я, как представитель мечети, как представитель духовенства Российской Федерации, мы часто даже бываем, то есть так некого выражаем, свой негатив по отношению к корреспонденту, который неправильно доносит информацию даже здесь в исламе. Вы помните раньше, когда там, субханаллах, были вот эти вот взрывы и так далее, там говорили поезд шахида, тот, кто взорвал его в раю, и все думали, что мы сумане, о, если убивают, значит… Мы вызывали лично, мы разговаривали, почему вы говорите, что человек, который взрывает, убивает людей мирных в раю? Кто вам сказал? В Коране об этом не сказано. Ни один проповедник не говорит об этом. Мы наоборот говорим, что этот человек, он грешник, Прессивящий, и так далее. Что за модное слово, там, поезд шахида или шахид, шахид, это для нас священное слово, это тот человек, который умирал, защищай свою семью, свою религию, свою родину, свое имущество. И умер вот этот человек, шахид, каждый из нас, если сейчас домой ворвутся, он будет защищать слово. Вот этот человек, это наоборот для нас святое слово, почему вы говорите то, что мы не говорим? И часто вот берут такую некую информацию плохую о религии. Поэтому мы что, мы говорим, как бы, или мы увидим, когда мусульмально что-то плохое сделал, не нужно думать, что ислам к этому призывает. Как мы сказали, то есть, мусульмане это одно, ислам это другое. То есть, мы все грешные, все мы разные, и так далее. Поэтому в каждой, например, нации, в каждой религии бывает там хороший, плохой, но это не об этом, нельзя по одному человеку судить о религии, нельзя по одному человеку судить о нации, о народе и так далее. Как Аллах нам сказал в Коране, я вас оставил из мужчин и женщин, после вас пошли по имена народа, для того, чтобы вы друга познавали, лучше из вас, кто более набожный. Сказал посланник Божий Мухаммаду, набожность она здесь, богобоинство она здесь, богобоинство она здесь. Алхамдуллах. То есть, и после того, как человек понимает, что есть Бог, что есть Создатель, он должен работать, он должен содержать свою селью, но только заработал, он должен быть халяльный, он не должен обманывать, не должен давать деньги под проценты, брать под проценты, алхамдуллах. Он должен уплачивать закат, то есть, именно неимущим людям 2,5% в год, дается в категории, в категории, кому нужно давать 2,5%, так скажем, имущество, делиться, это бедным, нищим, это людям, которые сами не могут уплачивать закат. То есть, они не совсем бедны, но у них нет возможности давать. Те, кто работают на сборах заката, как, скажем, как зарплата им идет, для того, чтобы поддержать сердца людей, которые люди хотят познать Бога, поддержать их. Навыку права, но сейчас это уже не актуально, это раньше, когда были рабы. Также должникам кто-то, например, в долг, там какие-то долги у них есть, какие-то вопросы такие, за квартиру сплатить, за машину, еще что-то. Им помочь, закрыть свои долги на пути Всевышнего, студентам, школы построить, дороги построить и так далее. И вот эти вот, и путнику человек, если, например, приехал из другого государства, здесь у него нет возможности улететь обратно, ему помочь. Вот это вот удается именно на нужды людей. Вот это закат, это тоже является столком ислама. То есть, основное, это ла-и-ляха-даллах сказать, что нету божества, достойного поклонения, храма Аллаха. И все остальное, это опирается вот этим намаз, пятикратная молитва, то, что мы мусульмане совершаем с вами, и вот эти вот составы. Теперь последнее, у нас во сколько заканчивается лекция? Есть время еще, да? У нас есть. Да, да, лекция. Последнее, что хотел пояснить. Теперь мы понимаем, мы поняли, что есть Бог, что есть, поняли Аллах и так далее. И у каждого оно бывает свое. Но опять же мы говорим, что разум у каждого человека по своему работают. Тут, например, я общаюсь с мусульманами, но что в твоем понимании Аллах, это Бог? Например, в христианстве Бог есть любовь. У нас что такое? Что Бог? Кто такой? То есть, или бывает человек, например, говорит, я верю, что есть Бог, что есть Аллах. Но вместе с Аллахом он еще верит каким-то идолам. То есть, часто бывает такое, ну, по неграмотности, бывает, когда заходишь раньше на какой-то рынок, в павильон заходишь, и бывает у кого-то висит там молитва какая-то, и рядом там глаз такой. Или лягушка такая жаба, видели, когда-то, что это такое? Вот это я мусульманин, это вот как бы молитва, но это жаба, это тоже, чтобы такое-то в день и приносили. А надо такой тостый такой бывает, там какой-то это такой еще, понятно, говорю, что я вот так пожил, тут решь, и деньги приходят. Говорю, а что ты не натер, что ты не приходит. И здесь понимаете, что же такое, как молиться Богу, как поклониться Аллаху, что такое понимание ля-иля-иллах, нету Бога, кроме Аллаха. Кто-то переводит так, ля-иля-иллах, нету Бога, кроме Аллаха. Другой человек говорит, хорошо, а нету Бога, кроме Бога, можно перевести? Хорошо, если мы переведем, нету Бога, кроме Аллаха, как понять смысл этих слов? Другой человек подойдет и скажет, нет, богов много. В Индии Абрахма, Будда, корова, насекомые, такой-то идол и так далее. Богов много, это неправильный перевод. Какой же достойный правильный перевод? Нету достойного никого для того, чтобы ему поклонялись, молились, кроме одного бога, Аллаху Субхану Ат-Аллаху. Во время пророка Мухаммада, когда Всевышний Аллах Субхану Ат-Аллах послал его с этой миссией, с пророчеством, с посланием, на этой территории жили язычники, поклонялись идолам, видели Каабу. В Каабе было 300 Каабу, 360 идолам. Как раз относительно Каабы, некоторые люди говорят, что, вот вы говорите, у вас идолов нет, ну почему вы кружите вокруг Каабы, у вас свой идол Каабы? Нет, Кааба это не идол. И ни один человек не просит у Каабы, кто был в Каабе. Никто не просит у Каабы, никто не поклоняется Каабе. А Кааба это ориентир, куда мусульмане должны направляться во время молитвы. Для чего? Для того, чтобы объединялись, опять же, все вместе, в одно время, в одно место смотрели. Опять же, чтобы, именно чтобы в одно, если будет, например, ты будешь брать мою молитву в сторону юга, я буду в сторону запада, то в сторону это не будет единства, не будет братства. Именно для того, чтобы объединение. Поэтому Умар, когда целовал камень, черный камень, он сказал, говорит, я не целую тебя, потому что ты мне не навредишь, ты мне не принесешь пользы. Но если бы я не видел, что посланник тебя целовал, Мухаммад, я бы этого и не сделал. Просто из уважения к этой Каабе. Но это не является идолом. А внутри Каабы было 360 идолов. Было идол, некоторые даже арабы, ведуины делали идолов из хлеба, из муки. Делали из фиников. Такой второй праведный халиф, Умар ибн Хаттав, говорил, когда мы были еще не мусульманами, были язычниками, мы делали для себя идол, лепили из фиников. Когда проголодались, этих же фиников кушали, этих идолов, своих богов. То есть только что он молил, дай мне жизнь, проголодай мне жизнь, проголодался, взял ее, сам себе и не спас. То есть, бханулах, здесь получается, что же такое? Нету никого ничего достойного поклонения, кроме Аллаха. Эти люди, которые вышли против посланника Божьего, и против Иисуса выходили, против Моисея выходили, эти люди, которые были язычниками, вышли против нашего пророка Мухаммада, они верили в Бога или нет? Как вы думаете? Верили они в Аллаха или нет? Да. Они были идолы, которыми они говорили. Мы верим в Аллаха, но идолы нам помогают для близости. Да, башал из заклаха. Они верили в Аллаха. И об этом, что в Коране все люди сказали. Мухаммад, если ты у них спросишь, кто сотворил их, они говорили Аллах. То есть у них не было проблем. Если ты спросишь, кто сотворил небеса и землю, подчинил вам солнцу, луну, они говорили Аллах, Бог. Если ты спросишь, кто с небес дает дожди, после этого растет почва, они говорили Аллах. Почему же они читались язычниками, неверующими? В суре Тал-Анкабуд, в Паук, есть такая сура, глава, Всевышний сказал, Когда они садились на корабли и плыли, они молили о спасении одного Бога, Аллаха. Забывали в этот момент о идолах, о тех идолах, которые, у них были идолы, вот такие вот идолы, названия. А это же в честь кого они сделали? Были раньше правильные люди, после их смерти люди построили на них статуэтку и начали их молиться. Они хотят, те люди, поклоняются на Богу, Адаму Аллаху, Субхану Ата'ану. Всевышний сказал, что когда они садились на корабли, когда корабль плыл, но страшно, доплывет он или нет до суши. Молили только Аллаха. Только Аллаха. Только Аллаху Всевышнему. А когда они достигали суши, они шли опять к идолам и делали щельки. Продавали Всевышнему с товарищей. Кстати, вот сейчас вот рассказать историю. Помните тот человек, который я вам рассказал, который обещал мне, потому что Бога нету и так далее. Когда мы с ним взлетели, он тоже по-своему, Бог, о, Боженька, дай на возможность долететь. Ты же не веришь, только что обещал. Он говорит, на всякий случай. Вдруг он есть. Поэтому есть такая поговорка, во время страха атеистов не бывает. На всякий случай. Вдруг есть, а мало что там, перестраховывается. Получается, где-то он глубина, наверное, тоже верит. Поэтому тут тоже аналогичная ситуация. Корабль плыл, Аллах, дай нам помощь. Когда слушать, все уже. Поэтому, в основном, когда человек обращается к Богу, к Аллаху, когда? Когда горе, правильно? Когда кто-то умер тяжело, там, это какая-то, на душе печаль и так далее. Мало из нас, братья, кто обращается ко Всевышнему, когда хорошо. А вот пророк Мухаммадсу Аллаху сказал, познай Всевышний, когда тебе хорошо. И Всевышний никогда тебя не оставит в тяжелой ситуации. Когда тебе будет плохо, он всегда тебе поможет. Поэтому, если человек забыл Всевышний, Аллаху, он может забыть. И да Аллаху, Субханаме Тааа. Поэтому здесь, они, и отсюда, вот с одной целью, он приходит к Остануке Аллаха, к ним, и каждый пророк, не поклоняйтесь никому, ничему, не вошедняйте никому, кроме одного Создателя, Аллаха, Субханаме Тааа, Бога, Аллаха, вот это есть перевод, Нет никого ничего достоин, чтобы мы поклонялись, чтобы он одного Бога, кроме одного Аллаха. И самый большой грех, не только в исламе, в христианстве, и в доедении, во всех религиях, какой был? Придавание, предание Всевышнему Сотоварищу. Аллах Кур'ан сказал, именно Аллах Аля, Ивановича, 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 Аллах не прощает, когда человек предает Аллаху Сотоварищей, прощает все, кому пожелает все, что хочет, кому пожелает. Даже, вот, пускай каждый спросит свое сердце, что тяжелее всего простить человеку, предачество, измену, предачество, измену, измену, предачество. Поэтому, когда просили у посланника Аллаха, какой самый великий, большой грех, красивый, ответил Соллаху Алясуа, сказал, когда ты Богу, Аллаху, предаешься товарища, в тот момент, зная, что Аллах тебя сократил, тебя создал Всевышний, а ты не ему поклоняешься, а поклоняешься вместе с ним созданием Всевышнего. Это самый большой грех, предательство. Предачь, Аллах не любит предателя, Аллах Всевышний, Аллах не любит тех, которые предают людей, друг друга, Всевышнего Создателя. Это самый такой, считается, великий, большой грех. Поэтому и обрежуствляемый Аллаха через свои молитвы, через свои намазы, через свои благие деяния. Основное правило жизни у человека, вот самому себе, говорю всем нам, не смотрите на доброе дело, маленькое или большое. Смотрите на величие, перед кем его совершать. И какое-то, может быть, незначительное дело может сделать, там, ручку тебя просили, там, экзамен заканчивается, проведу, ручка не пишет, остается пять минут, ты уже все написал, есть такие люди, дай мне, не дам, подожди, я еще тут сам это, он дай ему, тебе все не нужно, дай ему, помоги, может быть, для него это великое дело, перед Всевышним будет, в Куране сказать, что-то вам кажется, незначительным, незначительным, перед Богом может быть, великое, это благое дело. И не смотрите на грех, маленький он небольшой, смотрите, кого мы ослушаемся, величие, создатель, кого мы ослушаемся. Мы должны стесняться Бога, не только бояться, стесняться, ослушиваться Его, и дай им Всевышний Аллах, чтобы принял от нас и от вас, посты, благие деяния. В конце этого я хотел сказать, что если я смог донести именно к этому тему сущность пребывания, суть пребывания человека в этом мире, с точки зрения ислама, если я смог донести до вас, то я благодарю Всевышн, в Аллаху Субхану Ва Та'Аля, да Аллаху Субхану Ва Та'Аля, да Аллаху Субхану Ва Бараке, и мы понимаем, то же суть это одна, не поклоняться никому, ничему, не обочитать никому ничего, кроме нам, создателя, быть верующим, творить добро, делать хорошее, подношение ко всем людям, дайте, Ваше Всевышний Аллаху Субхану Ва Та'Аля, чтобы принял от нас и от вас. Субхану Ва Та'Аля,